Девчонки, всем привет! С вами снова Таня. Спасибо большое, что зашли ко мне на канал. Сегодня у меня снова будет видео об уходе за лицом, но расскажу вам уже о моих любимых продуктах дополнительного ухода. Если вы еще не видели мои два видео про мой ежедневный уход, про дневной и ночной, то я оставлю обязательно ссылочки на эти видео внизу. Но сегодня мы с вами поговорим о тех средствах, которые я не использую каждый день, которые я использую несколько раз в неделю, либо по мере необходимости, если мне нужно быстро привести лицо в порядок, нужно кожу быстро отшелушить, увлажнить ее. В общем, давайте уже начнем. И начну я вот с такого вот скраба для лица от марки Acure Brightening Facial Scrub, который я заказывала на iHerb. Если честно, такими механическими скрабами я в последнее время практически не пользуюсь. Последние несколько лет я предпочитаю использовать кислоты для того, чтобы отшелушить лицо и для того, чтобы удалить омертвевшие клетки. Но все-таки кислоты работают немножко медленнее, хоть и гораздо бережнее очищают отшелушивую кожу, чем скрабы. Согласитесь, бывают случаи, когда нужно действительно быстро отшелушить лицо. Например, если мне нужно сделать какой-то макияж, для этого мне нужно, чтобы кожа была идеально гладкая, для того, чтобы макияж получился идеальным. В такие моменты мне на помощь приходят механические скрабы. И вот этим вот я уже пользуюсь, наверное, больше года. Он очень экономичный. Ну и на самом деле я не так часто им пользуюсь. Скраб состоит полностью из натуральных компонентов. Здесь есть хлорелла, по-моему, есть экстракт лимона, есть даже коалин, органовое масло. В общем, чего здесь только нет. Состав полностью натуральный. Мне очень нравится, когда скраб отшелушивает кожу. Она действительно после применения становится более яркой, такой гладкой. Цвет лица становится намного лучше, и кожа в целом выглядит ровнее. Единственное, мне кажется, что этот скраб больше подойдет для нормальной и комбинированной кожи, потому что вот эти частицы, они довольно жесткие, и они имеют натуральное происхождение. Поэтому они не идеально все одного размера, то есть не идеально ровные и гладкие. Некоторые из них все-таки могут немножко царапать кожу, хотя здесь написано, что скраб это для всех типов кожи. Но я все-таки больше советую его именно нормальной и комбинированной. Для сухой чувствительной кожи мне кажется, что он будет жестковат. Еще один продукт для быстрого очищения отшелушивания кожи, который, кстати говоря, подойдет для чувствительной сухой кожи и даже для кожи с куперозом, это вот такой вот пилинг-скатка от Тони Молли. Я уже вам показывала его в своих, по-моему, фаворитах осени, и я просто не перестаю восхищаться этим продуктом. Я не знаю, почему я раньше его не попробовала. Этот пилинг делал на основе кислот. Здесь в составе есть и салициловая кислота, и молочная, и даже фруктовые кислоты. И его нужно наносить на сухое лицо, уже очищенное, и массировать примерно в течение 1-2 минут, и на коже у вас начинают появляться такие как бы катышки. И затем я еще оставляю действовать примерно на минутку, затем смываю и получаю просто идеально гладкую, идеально очищенную кожу. Пилинг также улучшает очень цвет лица, делает менее заметными черные точки. Кстати, я его даже иногда наношу на кожу век, потому что это достаточно мягкое средство для отшелушивания. Я знаю, что даже в салонах делают, по-моему, какие-то кислотные пилинги для век. Так как это средство довольно мягкое, я тоже рискнула и попробовала, и, вы знаете, никакой реакции, каких-то покраснений, шелушений абсолютно не было. Кожа век у меня не стала какой-то очень сухой. Но, конечно, для кожи вокруг глаз я его использую не чаще раза в неделю, но ношу только на нижние века. Мне настолько понравился этот продукт, я настолько в него влюблена, что планирую попробовать еще какие-нибудь такие пилинги-сказки. Но, конечно же, после того, как у меня закончится этот. Теперь покажу вам несколько моих любимых масок для лица на данный момент. Первая – это вот такая вот масочка от Fresh с витамином С. Fresh – это одна из моих самых любимых уходовых марок, но, к сожалению, она не продается у нас в России. Но я думаю, что вы можете заказать эти продукты либо через посредника из Америки, либо, если поедете куда-то в отпуск, то, по-моему, она есть во всех сифорах. По крайней мере, в Европе точно должна быть, и в некоторых странах у них даже есть свои магазины. Эта маска на основе витамина С, как я уже сказала, в составе содержит экстракты апельсина, мандарина и лимона. И на вид она реально напоминает какое-то варенье с кусочками фруктов, которое просто хочется съесть. Настолько оно приятно пахнет, хотя я, если честно, цитрусовые ароматы не настолько люблю. Но вот здесь вот в этой масочке мне запах очень нравится, он очень аппетитный. И эта маска просто спасение для тусклого серого цвета лица. Она мгновенно насыщает кожу витаминами, она улучшает цвет лица и даже немножечко увлажняет кожу. Единственный минус для меня в этой маске – это то, что вот эти кусочки фруктов, они довольно сильно засыхают на коже. И становится немножечко сложновато снять маску, поэтому я для этого использую специальный спонж. Ещё одна масочка – это маска от Глэнглоу, увлажняющая. И, наверное, на данный момент это моя самая любимая увлажняющая маска. Я в ней обожаю просто всё, начиная с того, насколько круто и вкусно она пахнет кокосом и заканчивая её эффектом. В маске очень лёгкая такая кремовая консистенция, она достаточно быстро увлажняет кожу. Её можно нанести как средство для экспресс-увлажнения на 20 минут, можно также оставлять как ночную маску. И мне вот нравится почему-то её использовать именно так, то есть наношу её на очищенную кожу вместо своего ухода и оставляю на ночь. Кстати, маска на лице ощущается довольно комфортно, она абсолютно не липкая, в отличие от той же, например, ночной маски от Kiehl's. И на утро я получаю идеально гладкую, увлажнённую и напитанную кожу. Кожа как будто бы светится изнутри, убираются все шелушения, все морщинки разглаживаются. Реально кожа становится очень гладкой и на неё потом идеально ложится макияж. В общем, я обожаю просто эту масочку и думаю, что буду покупать её снова и снова. Ещё одна маска, которая действительно быстро сделает вашу кожу красивой, это вот такая вот масочка от PAYO. Детокс маска и это моё относительно недавнее приобретение, но я уже успела в эту маску влюбиться. Рау скажу, что у маски довольно спорный состав. На втором месте, по-моему, здесь идёт коалин и дальше идут сплошные какие-то химические ингредиенты. И где-то в конце списка находится экстракт грейпфрута. И я сначала реально сомневалась, брать её или нет, потому что у меня есть, ну просто куча целых масок на основе коалина, которые имеют лучший состав, но всё-таки после прочтения кучи просто положительных отзывов на эту маску, что она делает с лицом просто чудеса какие-то, я всё-таки её взяла. И вы не поверите, это действительно был вау-эффект. Эта кремовая масочка, она не засыхает на лице и наносить её нужно всего на 5 минут. И действительно, после применения маски я была в приятном шоке, потому что у меня было чистое красивое лицо, идеально очищенные поры, я бы даже сказала, кожа приобрела такой розоватый оттенок. В целом цвет лица был более ровный. В общем, действительно, на самый натуральный детокс-эффект. Я уж не знаю, какой ингредиент в этой маске способствует такому эффекту, но маска действительно творит чудеса. Следующий продукт я приобрела тоже совсем недавно, буквально пару дней назад, но он уже стал абсолютным маск-хеллом моей косметички. Это крем для век от Clorance, который называется Mission Perfection. И я не знаю, почему я опять же раньше его не попробовала, потому что появился он, по-моему, больше года назад точно. С моей вечной проблемой синюшности под глазами этот крем просто находка. Я, по-моему, вам уже как-то рассказывала, что у меня такая пигментация зоны вокруг глаз, что у меня постоянно синяки под глазами, независимо от того, выспалась я или нет. Фингалы присутствуют всегда, плюс у меня очень сильно заметны здесь вот всякие венки и сосудики под глазами. И вот крем, так как он имеет такой оранжевый пигмент, плюс светоотражающие частицы, он просто отлично скрывает всю синеву под глазами и очень освежает взгляд. И на самом деле мне он даже заменяет консилер в те дни, когда я не делаю макияж. Так что у кого постоянные синяки под глазами, у кого хронический недосып, как у меня, я очень советую попробовать этот продукт. Единственное, что я не знаю, насколько хорошо он увлажняет кожу, даже несмотря на то, что это уходовое средство, но я все равно предпочитаю его наносить уже сверху моего увлажняющего крема до век. И последний продукт на сегодня это вот такое вот средство от марки Monoskin Recovery Balm. Этот продукт мне попался в коробочке красоты Look Fantastic Box. Look Fantastic это британский интернет-магазин косметики. У них большой, просто огромный выбор разных классных штук. Кстати, они доставляют также в Россию и каждый месяц у них выходят очень классные коробочки красоты. Вот я заказывала их уже два раза и оба раза мне понравилось наполнение, но я вам, по-моему, ни разу не показывала. Если будет интересно, то как-нибудь еще закажу и сделаю обзор на эту коробочку. И бренд Monoskin также представлен в их интернет-магазине. Там довольно много средств. И я поняла, что вот этот продукт это один из бестселлеров марки Monoskin. Больцам этот сделан на основе масел. Но не скажу, что здесь полностью натуральный состав. Но, девчонки, это просто идеальное средство для сухой, для чувствительной кожи, для обгоревшей кожи, для кожи с разрушениями. Меня этот больцам спасал не раз. Во-первых, когда мы были в отпуске еще летом в Черногории, я один раз довольно сильно обгорела, потому что почему-то в этот день забыла намазать лицо кремом с SPF. И буквально за пару раз, пару раз я намазывала лицо этим больцамом, и краснота сошла. Он делает кожу очень мягкой. Он ее отлично просто напитывает, увлажняет. Мне даже показалось, что он ее как-то немножечко подтягивает. Также я этот больцам использовала несколько раз после чистки. И когда у меня были какие-то ранки на лице, например, Марина меня очень часто берет за лицо и остаются от ее ногтей следы. И после этого бользама все проходит очень быстро. Он действительно как-то залечивает кожу, он устраняет все шелушения. В общем, это такое универсальное средство для всех типов кожи, которое, мне кажется, способно справиться с любыми проблемами. И когда у меня закончится эта миниатюрка, я себе обязательно закажу полную версию. Ну что же, на сегодня все. Спасибо вам большое, что смотрели это видео. Я надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!